В прямом эфире Первого канала программа «Политика». Сегодня мы, как всегда, обсуждаем с нашими гостями главные события недели. Я хочу сразу поздравить с двойным праздником. Во-первых, сегодня день смеха. Во-вторых, сегодня двадцатилетие, друзья мои, первого канала, который уже 20 лет работает для вас. Спасибо, что вы, несмотря на этот поздний час, нас смотрите. Спасибо большое. Я хочу сказать, что, к сожалению, ни на ту, ни на другую тему мы поговорить подробно не можем, потому что наша программа называется «Политика», и мы говорим о вещах гораздо более серьезных, может быть, и даже иногда скучных. Но не скучно. Значит, ситуация на Донбассе. Указ о разрушении ополчения, который издали руководители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Раз вы упомянули, сейчас я дам возможность продолжить мысль Карен Георгиевича, я просто хочу сразу еще Майкла спросить, потому что вот Вадим говорит, что Россия как-то ревнует Украину к Америке. Не могли бы вы уже забрать Украину полностью? Ну, может быть, штатом ее своим сделать отдельным? Потому что, честно говоря, вот мы уже здесь сто программ обсуждаем Украину, и уже нет никаких больше сил. Может, вы займетесь этим в Америке уже окончательно? Коломойского, Фирташа, всех заберете туда, на родину демократии вот этой великой. И, соответственно... Вы же видите, что... Идею Линкольна, так сказать, инкрустируете в украинскую голову и устроите там демократию уже наконец. Вы же видите, что на Америке Украина не очень интересная, но вяло интересная. А чернозем? Ну, не знаю. Для Америки это... Нет, только для Сороса. Соросу почему-то Украина очень интересная. Но в Вашингтону Украина мало интересная. И Порошенко обижен на Обама, потому что мало денег дают Обама. Мало денег и мало оружия. Для Вашингтона это бездонная бочка. Кое-какие вещи делаются, чтобы поддерживать, но против российской агрессии надо что-то сделать. Конечно. А я вам скажу, для чего мы все это затеяли на Украине. Хотите знать? Мы хотим изнурить Америку Украиной. Да, да, да. Мы вам специально ее, так сказать, на блюдечке отдали, чтобы вы просто вспотели с этой Украины. Расхлёбывали, да. Мы их 20 лет кормили и устали, понимаете? И сейчас Ваша очередь, Майкл. Давайте, пора. Вот один комментарий. Пожалуйста. Вы сказали, что Константин Долгов успокоил вас. Меня успокоил господин Долгов, господин Карасёв. Карен Георгиевич меня не успокоил. И тут Ваша очередь. Да, меня не успокаивал Константин Долгов, потому что он сказал очень важную вещь, да, что Донбасс это не Украина. Да, это не Украина, конечно. И никогда не будет чаще Украины. Никогда не будет, Майкл. А то, что в Минских соглашениях написано децентрализация, это не фигурирует никак? Майкл, мы же вам отдаем целую Украину, чего вы цепляетесь за мелочи. Донбасс это наши русские ребята. Ну ладно, мы имя отдаем. А Минские соглашения? Минские соглашения. Минские соглашения, Америка не участвует, поэтому мы вас про них не спрашиваем. Я спрашиваю, Константин, Донбасс будет когда-нибудь чаще Украины или никогда? Вы напрочь исключаете это. Я думаю, что каждый житель Донбасса на ваш ответ ответит, нет, никогда Донбасс не будет Украины. Майкл, пожалуйста, значит, слово вам. Какого-то вам доктрины. Президент Порошенко подписал распоряжение о проведении совместных учений с американцами. В Соединенных Штатах дискутируется тема поставки оружия на Украину, как уже практически решенный вопрос. Нет, не решен. Ну почти, ну почти. Обама не решил. Обама не решил, но конгрессмены решили более-менее, что надо это делать. Но они не могут без последние слова за Обамой. Конечно, конечно. Ну так и что же, расскажите нам. И он будет до конца сопротивляться. Сопротивляться, да. Понятно. И он будет тянуть резину до конца его президентства. Хорошо. А что будет на Украине в связи с тем, что Обама тянет резину? Статус-кво. То есть ни войны, ни мира, ни вертикали власти, ни власти олигархов. И ни Коломойски. Ну я понял, да. Ни Порошенко, ни Коломойски, ни войны, ни мира. А по поводу... По поводу учений, да. Я согласен с Оксаной, да, это повышение боеготовности украинской армии. И как ни странно, это в интересах всех, да, и в интересах России в том числе. Потому что лучше украинской армии, это означает, что меньше жертв, если будет продолжение войны. Это не очень хорошо для... Подождите, вы имеете в виду, что мы будем вместе против инопланетянства воевать? Нет, я говорю, что если украинская армия будет лучше воевать, если, не дай бог, будет еще продолжение войны, это будет меньше, это значит меньше больниц, меньше школ, то есть больше... Да, я понял, вы имеете в виду, что вы научите их стрелять не по мирным жителям, не по донецким там школьникам, а все-таки попадать в вооруженных людей, в представителей ополчения. Да, это не очень хорошая новость для ополчения, но... Но хорошая новость для жителей Донецка, на ваш взгляд. Но я надеюсь, что это... Все-таки вы, конечно, циничный народ, Майкл, американцы. Какие вы все-таки... Я надеюсь, насколько они циничные у меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Что мы не будем проверять это, потому что надеюсь, что мир продолжится. Я просто говорю о том, что, не дай бог, если война начнется, это будет лучше для... Я понял. Мы тоже должны направить миссию нашу в Мексику и в Венесуэлу. У нас тоже есть секретные бумеранги, которые потом возвращаются. Вы даже себе не можете представить, со времен индейцев не использовали. Пожалуйста, Вадим. Я напоминаю, что с Украиной граничат и Донецкая, и Луганская народные республики, и Россия. Все мы заинтересованы в том, чтобы на Украине был мир, порядок и стабильность. Будем на это надеяться, а как будут развиваться события, мы обсудим в следующую среду в это же время. С вами была программа «Политика». Спасибо, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.